Основан гораздо раньше, но об этом еще поговорим. Таким образом, в этом году, 1867, вообще ту дату надо знать, 1867 это год основания нашего курорта, вот, написали про нас. Есть такая белокуриха, а где теплые ключи, сходные по составу с кавказскими ключами, лечат кожу, кости, трепетание сердца, понимаете, вот сколько показаний. И поехали первые больные. Страждущие он ими болезнями, писалось в другой уже заметке. Приехали люди, а как принимать процедуры среди этих змей? На пашковит у нас народ, но не всегда, когда прижмет и что-нибудь изобретет. Как вы думаете, что вот это такое? Что вот это такое? Бочка. Кипяточка. Вообще, название вот такого приспособления для приема процедур не мыться, а лечиться. Мыться это одно, лечиться это другое. А вот, а название, знаете, какое? Колода. Колода. Колода делается из-за владельца. Вот упала дерево, да, например, подгнила тополя. У нас много тополей, это горослое, примерно вот такие. И из него внутренность все вытащили, да? И стоя поставили куда? На фонтанирующий источник. Вода наполнила эту колоду, и человек мог туда сесть, да, как ванну. Понимаете? Вот какая-то уже емкость. Правильно? И поэтому вот такие колоды ставили на фонтанирующие ключи. Вода колоду наполняла, человек туда садился, вот вам и первая ванна. Вот таких вот колод, говорят, около 12 стояло у нас по всем фонтанам, по всем источникам. Но не очень, конечно, это удобно. И поэтому, когда бийские купцы почувствовали, что здесь пахнет деньгами, они, посмотрите, начали строить уже в начале 20 века вот такие пятизвездочные отели. Строились горбылей за самый минимум рублей. Водолечебницы назвали. Восемь ванн имелось в ней нормальных лежачих ванн, правда деревянных. Воду с ключа не носили, насос англицкий купили, по желогу качайщик ося, воду гнал, когда попросят. Внутри тепло, не залезет внутрь зверя, клюшка запирает дверь. В печь имеется и крыша, в пятизвездочный отель. Дело в том, что хоть и смеемся мы, что про пятизвездочный отель, но тем не менее по тем временам вот такие сооружения, они все-таки стали уже прорывом таким, понимаете. То ли в колоде сидеть, да, еще и медведь выйдет, вот с этой колодой бежишь, вот. Поэтому, а здесь, видите, вот уже хорошие такие дома с печами, с крышами, и от дождя защита, и можно и даже осенью или ранней весной попринимать процедуры. Тем более доставка этой воды пожилобам осуществлялась с помощью насоса. Согласитесь, вот уже какой прорыв. И все было бы, может быть, и дальше неплохо. Но тут Первая мировая война, потом Реванюция, а потом еще и Гражданская война. Это вот как раз, как с 14-го началось года, 1914-го, то только 22-м годом спокойствие в 22-м году у нас вступило на автайской земле. И поэтому следующий период, получается, да, у нас начинается как бы с 22-го года. А этот период, начальный период, останется первым. И мы его так и называем, истоки курорта. Как все начиналось. Вот теперь по первому периоду есть вопросы? Вот давайте еще раз посмотрим все, что я вам рассказала. Давайте попробуем. Как вот эти назывались первые емкости предприятия? Когоды. Когоды. Пан Ивановича Гуляева. Как звали его? Казанцев. Да, Семен Казанцев. Запомнили? Семен Казанцев. А друг у него был Елисей Гудков. Вот они вдвоем считаются. Тот ему сообщил, эту информацию принял, а сам тоже поречился, доказал на себе, и первым отвез воду на анализ в город Парнаул. Ну а почему наш музей, как вы думаете, имени Гуляева? У нас музей имени Гуляева. Как вы думаете, почему посмотрите на этого усатого мужчину? Кто это? Кто это Гуляев? Почему, как вы думаете, назвали имени Гуляева? Перезвоним. Вспоминайте, Гуляев какой он сыграл в развитии курорта? Помните, я говорила вам, А что, Василий Никитович Казанцев, в общем-то, с водушком воды приехал к нему. А как вы думаете, зачем он приехал к нему? За деньгами. За деньгами. А дело-то в том, что это понятно, что деньги-то за что давали? За живую. А живая, ну как это вот, может быть, сейчас и вы видим бы с вами, кто такой Гуляев был. Почему мы его чтим? Почему мы его помним? Он давал деньги и жить не просто так, да? А если кто-то что-то редкое ему привозил, правильно? Это редкое он использовал в пользу, конечно, развития нашего округа алтайского. Это был ученый, очень эпохиевый ученый, очень разносторонний ученый и при этом авторитетный чиновник. Он изучал животный мир и растительный мир алтайского округа благодаря тому, что к нему вот эти звероправдышленники, родоискатели приходили. Поэтому это был очень разносторонний ученый, которого чтят до сих пор за его вот открытие интересное. И поэтому именем его назовут наш музей, потому что музей тоже старается, ну, я бы так сказала, популяризировать, рассказывать историю нашего курорта. И поэтому память о Гуляеве мы должны сохранить, конечно, в названии музея. Плюс у санатория Катунь стоит ему памятник. Помните, Гуляев там сидит, тоже с пышными такими усами. Это вот как раз ему памятник. Поэтому он первым стал автором заметки о Белокурине. Поэтому иногда его называют, знаете как, крестный отец Белокурине. Почему? Потому что он основатель как бы курорта, ну, это может быть громко сказано, но, тем не менее, он сюда потом стал приезжать, первые какие-то сооружения обосновывать. То есть он популяризировать курорт, потом другие еще заметки стал писать о Белокурине. Поэтому он как бы под опеку нас взял, понимаете, и начал нас продвигать. Первый самый. Маркетолог. Вот. Поэтому, конечно, в этом отношении память о Гуляеве должна быть, конечно, сохранена. Вот. Таким образом, вот теперь все понятно, да? Вот. По первому периоду все понятно? Сейчас вот прошу, опять не скажут.